Хорошо слышите и также хорошо видите. У нас сегодня с вами четвертый вебинар, посвященный УМК «Горизонты» для старшей школы УМК по немецкому языку. Как вы знаете, третий вебинар у нас перенесся на 25 марта. Время немножко будет другое. Сегодня мы с вами традиционно работаем в таком формате, в утреннем формате. Хотя я поздравляю, что для части аудитории уже сейчас совсем не доброе утро, а скорее даже уже добрый день. Для начала хотел бы поздравить всю женскую аудиторию с прошедшим праздником, пожелать успехов, удачи, счастья в прекрасных и замечательных моментах, как можно большего количества в вашей жизни. Мы сегодня с вами разбираем достаточно конкретную тему, которая связана с формированием рецептивных речевых умений и навыков на основе нашего УМК для старшей школы. И, соответственно, для начала я все-таки для тех слушателей, которые, возможно, смотрят только первый вебинар, хотел бы кратко напомнить, как УМК выглядит и в каких частях он состоит. Это не займет много времени, и это будет на самом деле достаточно кратко. На этом слайде вы видите рабочие тетради и учебники для 10-11 классов. Вот так они выйдут в реальной жизни. Разного цвета, с разными картинками. Я думаю, что для тех, кто работает с горизонтами, уже стала добрая традиция, что цвет немножко меняется каждый раз, цвет обложки, и картинки, опять же, каждый раз новые персонажи. Что касается самого комплекта или комплекса, то он состоит традиционно из четырех частей, вы видите эти части на слайде. Опять же, учебники рабочие тетради продаются в бумажном формате, и можно также их приобрести в формате PDF на сайте издательства просвещения, то есть электронный учебник. Аудиоприложение, если я ничего не путаю, доступно для скачивания там же на сайте издательства просвещения. И если, опять же, я ничего не путаю, можно совершенно спокойно о скором времени, да, появится на сайте книги для учителя, для 10-11 классов. Ссылки необходимые я включу в следующую презентацию и постараюсь, если успею, в чате кинуть ссылки на электронный учебник, электронную рабочую тетрадь, если я правильно понимаю, на, опять же, страничке учебника рабочей тетради на сайте онлайн-магазина просвещения, ну и кинуть ссылки на аудиоприложение для 10-11 классов. Постараюсь, по крайней мере, совместить введение вебинара с размещением этих ссылок в чате. Что касается структуры учебника, то я напомню вам, вот так выглядит оглавление слева 10-го, справа 11-го класса. Структура за прошедшие две недели не поменялась. У нас по-прежнему в учебниках 10-11 класса 29 так называемых рамочных или больших тем, которые включают в себя определенное количество подтемок 3 до 4, в зависимости от того, какая рамочная тема в том или в той или иной главе представлена. Соответственно, если мы посмотрим и посчитаем, у нас получится очень большое, внушительное количество подтемок. Это означает, что мы с учащимся можем обсудить практически все предметное содержание речи, как это называется в стандарте на сегодняшний момент. Что касается особенностей, то, конечно же, в учебниках важно выделить так называемые тестовые блоки, блоки подготовки к экзамену, их всего по социалокупности получается 14. Они, скажем так, чередуются с главами примерно в следующем порядке, 2 главы, иногда 3 главы, отдельный блок для подготовки к экзамену, следующие 2 главы, или иногда 3 главы, и следующий блок для подготовки к экзамену. Ну и, кроме того, важно помнить, что в учебнике есть справочные материалы, то, что традиционно размещается в учебниках, словарь, список неправильных глаголов, ну и список управлений глаголов. Имеется в виду управление наиболее употребительных глаголов, те глаголов, которые учащиеся должны освоить к уровню B1, B1+. Что касается рабочей страницы, то вы видите на самом слайде, опять же, оглавление рабочей страницы слева, 10-го, справа 11-го класса. Напоминаю вам, что рабочая страница устроена таким образом, в 10-м классе она помимо упражнений к отдельным темам включает в себя грамматический справочник и справочник речевых клише, речевых средств для выражения разных совершенно речевых интенций. В том числе и для тех, которые будут полезны при сдаче лингуса, снасоединенных по немецкому языку. Ну, я имею в виду, в данном случае их можно будет использовать в своих письменных и устных ответах, да, по блоку письма, по блоку говорения или устная речь. Вот 11-й класс немножко в таком замечательном формате существует, я имею в виду, рабочая страница, это совмещенный рабочая страница, тренажер, подготовка к лингусу, снасоединенным по немецкому языку. То есть здесь у нас полноценный, скажем так, два в одном. Рабочая страница, соответственно, другой страница, тренажер. Скорее, в большей степени даже тренажер, нежели рабочий страниц в ее традиционном понимании. Я не буду видеть о том, что именно не будут показывать слайды, которые демонстрируют и подтверждают наличие в УМК заданий в формате ЕГЭ. Я думаю, что предыдущие два вебинара, на предыдущих двух вебинарах, в их ходе этих двух вебинаров, было достаточно большое количество примеров приведено, для того, чтобы было понятно, что каждая глава, каждый тестовый блок содержит в себе достаточно значительное количество заданий в формате ЕГЭ, либо в форматах близких ЕГЭ. Давайте перейдем сразу к нашей теме. Напомню, что по большому счету под рецептивными умениями и навыками мы понимаем, если говорить чуть более простым языком, умения, навыки аудирования и чтения. И понятно, что учитель, который начинает работать с тем или иным УМК, ждет от этого УМК, если речь заходит, например, про умения аудирования и чтения, ждет определенных вещей. Учителю принципиально важно, чтобы в УМК, но, например, первое, что я бы, например, ждал, будучи на вашем месте и будучи учителем, опять же, немецкого языка, я бы, конечно же, ждал от УМК, может быть, это не первое, не самое первое в списке по степени значимости, но, тем не менее, важный элемент, которого бы я ожидал, это наличие в учебнике тех или иных пояснений, рекомендаций, разъяснений, которые касаются тех самых умений аудирования и чтения. То есть, опять же, перефразируя, те, которые, те пояснения и советы рекомендаций касаются тех или иных стратегий восприятия и понимания звучащего текста и стратегии понимания письменного текста, написанного, написанного текста или напечатанного текста, да, то есть стратегии аудирования и стратегии чтения. УМК «Горизонт» заключается как раз тем, что в нем есть такие рекомендации, есть такие пояснения. Важно обратить внимание на то, что большая часть расположена в тех самых тестовых блоках, блоках подготовки к экзамену, но они разбросаны и по всему учебнику в том числе. Я сейчас приведу примеры двух таких комментариев, которые как раз являются частью тестовых блоков. Вот на этом слайде вы видите комментарий, который так или иначе имеет отношение к объяснению определенной стратегии чтения. Да, понятен вопрос, как это все понять, если все написано по-немецки, но, опять же, обращаю внимание, что все эти советы и рекомендации написаны на простом немецком языке, доступным, понятным, я думаю, что даже любой практический школьник, который учится изучать немецкий язык некоторое количество лет, в состоянии будут эти пояснения и совет рекомендации понять. На следующем слайде вы увидите пример как раз рекомендации по стратегиям аудирования, где просто и простым языком объясняется, что нужно делать. Важно обратить внимание еще и на то, что эти стратегии, эти пояснения, эти советы, конечно же, не существуют сами по себе, то есть это не некая часть тестового блока, такая ни с чем не связана, ни к чему не привязана, нет, ничего подобного. Это конкретные советы, которые имеют отношение, с одной стороны, к определенной стратегии, с другой стороны, они сопровождают задания или задания, которые, опять же, направлены на отработку тех или иных умений, на отработку тех или иных стратегий. То есть это не просто существует для того, чтобы показать, какие мы умные, я имею в виду авторский коллектив, что мы это тоже можем, нет, это все для того, чтобы дать возможность, во-первых, вместе с учителем это что-то выполнить, либо дать возможность ученику самостоятельно дома разобраться с тем, как выполнять то или иное задание и потренироваться, отработать тот или иной предложенный ему, в данном случае, на этом саде на первую саде вы видели, например, такого сообразного алгоритма, как нужно себя вести. Делай это, делай то, делай еще вот это, а потом делай это, и ты получишь, нужно тебе результат. Второе, конечно же, что я бы ожидал, как учитель, преподающий или работающий в классе и использующий данные УМК, это, наверное, будет первым пунктом стоять в списке ожиданий по значимости. Я, конечно же, жду, что в учебнике, в рабочей тетради, вообще в УМК будет достаточно большое количество, достаточное количество заданий на аудирование и на чтение. При этом я понимаю, что мне важно, чтобы это были разные задания, то есть это должны быть задания, которые направлены на формирование разных стратегий. В УМК «Горизонты» могу у вас заверить, с этим все абсолютно в порядке. Например, если мы возьмем стратегию чтения, то на следующем слайде вы увидите пример чтения на глобальное понимание текста. Все, что нужно здесь делать, это совершенно спокойно, прочитав четыре небольших коротких текста, кратко сформулировать, то есть понять, а, собственно, чего хотят учащиеся, что они для себя, точнее, не хотят, а что они для себя запланировали. На следующем слайде вы увидите пример задания на поиск конкретной информации в тексте. Это такое традиционное, на самом деле. Не традиционное, это один из вариантов заданий, когда вы по определенным рубрикам выбираете из текста ключевые слова, которые имеют отношение к содержанию текста, тем самым собирая информацию о том или ином персонаже. Есть персонажей два, и, соответственно, нужно будет понятно, что потом посадить некое задание, которое будет основано, опираться на эти ключевые слова, но, тем не менее, первый шаг — это все-таки работа с текстом, поиск конкретной информации по конкретным рубрикам и игнорирование той информации, которая к этим рубрикам никакого отношения не имеет. На этом слайде вы увидите один из примеров заданий, когда учащемуся предлагается текст, который состоит из некоторого количества абзацев, но при этом абзацы или части текста перемешаны. То есть учащемуся важно, исходя из содержания каждого из фрагментов текста, определить, какой из фрагментов начинает текст, какой фрагмент заканчивает текст, что расположено между началом и концом текста. Это могут быть разноформатные, могут быть разные варианты задания, они представлены, опять же, в разных форматах ВМК, где-то дано только начало, не в конца, то есть не указано, что будет конечным, опять же, элементом, фрагментом текста. Где-то дано и начало, и конец, где-то что-то еще в качестве помощи дается как один из элементов серединной части текста. В зависимости, опять же, от сложности того или иного текста и от сложности взаимосвязи между фрагментами текста будет выбираться та или иная тетонный формат, та или иная форма задания. Цель, в принципе, ведь одна и та же, научить учащегося ориентироваться в содержании текста, выстраивать для себя в голове некий план текста и, соответственно, план текста, и, исходя из логики, которой должен подчиняться план текста, подбирать те или иные фрагменты текста и выстраивать их в определенный порядок. И понятно, что, как правило, такие звонки будет дано как минимум начало текста, чтобы не было слишком большого количества вариантов, с чего бы начать текст, и чаще всего будет даваться как концовка текста. Иногда будет, опять же, присутствовать и подсказка в виде данной уже серединной части текста. Вот на этом слайде вы видите пример отработки другого умения, умения прогнозировать. Когда у вас есть начало текста, вам предлагают, или некий текст, вам предлагают предполагать, а что же будет дальше, какая фраза последует дальше. А это еще одно из важных, скажем так, умений, одна из важных стратегий чтения. Или знакомое вам детальное понимание текста, тоже одна из стратегий чтения, детальное чтение так называемое, когда вам предлагают найти, разобраться в взаимосвязях в тексте. И, если обратите внимание, задание, сам тип задания, может быть, на самом деле, разное. Да, на самом деле, можно было бы предположить, что вопросы, которые здесь формулированы, вопросы 1 и 3, скорее имеют отношение или намекают на то, что это будет все-таки отработка стратегии поискового чтения. Но сам характер вопросов и сам характер текста, то, что написано в тексте, там в случае все-таки является собой пример отработки детального понимания текста, потому что нужно не просто найти то место, где информация содержится в тексте, ее оттуда извлечь, определив, там, не знаю, найдя правильную цифру, дату, правильное имя собственное, но нужно соотнести содержание предложений и из него, исходя из него, сформулировать ответ на вопрос. Также в ОМК, естественно, представлены, ну, вот еще, опять же, такой, тоже следующие примеры, которые касаются отработки стратегии аудирования, да, опять же, мы старались задействовать абсолютно все возможные стратегии, да, в случае вы имеете пример задания на отработку глобального понимания текста, да, все, что нужно, это соотнести некий текст и фотографию, да, то есть, соотнести в общем содержание текста с тем, что видится на фотографии, при том, что фотографии в данном случае представлены такие, что они не отличаются одной деталью, да, они отличаются в принципе друг от друга, их легко друг от друга отличить. Конечно же, в ОМК будут задания на поиск конкретной информации в тексте, на поисковое аудирование, если так можно выразиться, когда вы должны определить, например, как в этом случае истинное или ложное высказывание, исходя из содержания текста, то есть, найти место в тексте, соотнести его, это место в тексте услышит, точнее говоря, да, соотнести его с тем, что указано в задании, и на основании этого сравнения решить, да или нет, ложное или истинное. В ОМК, конечно же, представлено задание на небольшом, может быть, количестве, на выстраивание, опять же, некого плана и звучащего текста, да, вот этот задание D, который видите на слайде, собственно, представляет собой такое своеобразное выстраивание плана, текст, который ты только что прослушал, соответственно, ты должен просто, исходя из того, что ты услышал, правильно расположить те или иные позиции в задании D. В отдельных вариантах это может быть и в том числе с нахождением лишнего элемента, может быть, задание направлено еще и на то, чтобы найти лишний элемент, тот, который не был озвучен в тексте. Конечно же, будут задания ВОМК и есть задания ВОМК на детальное понимание текста, как правило, это задание вот такого формата, когда есть некий вопрос или некое высказывание незаконченное и предлагается некое количество вариантов ответа либо вариантов в продолжение этого высказывания и нужно, опять же, исходя из содержания текста, из того, что ты прослушал, сделать вывод о том, какой из предложенных вариантов ответа или продолжения высказывания будет верным. Конечно же, мы уже об этом говорили, мы старались при распределении, скажем так, задания на удовольствие и на чтение исходить из некой прогрессии. Что имеется в виду, я попробую сейчас проилустрировать, я уже показывал это на одном из вебинаров предыдущих на примере заданий «Да, нет, нет» в тексте, но в этот раз предыдуем немножко другие примеры. Вот на этом слайде вы видите задание, которое состоит из двух частей, задание, скажем так, под пункт B и под пункт C. По большому счету, если исходить из, опять же, того, каким текстом относятся задания и из того, что в этих заданиях указано, пусть вас не смущает вот тот самый формат задания, где есть некие высказывания, нужно найти продолжение к этим высказываниям. Если вы посмотрите на эти высказывания более пристально, более внимательно, поймете, что по большому счету проверяется вообще, насколько я понял, содержание текста, разных его, опять же, фрагментов, но тем не менее в общем. Не некие нюансы, не некое соотношение события, которые в тексте рассказывают, как они взаимосвязаны, а просто понял ли я, было такое событие, не было такого события, об этом говорилось и об этом говорилось вообще. Так вот, в этом задании, в этих пунктах в БС по большому счету представлены два варианта отработки глобального понимания текста, но разного уровня сложности. Понятно, что соотнести прошу прощения, это за внимание на чтение, извините, ради бога, понятно, что соотнести некий фрагмент текста, печатного или написанного с неким возможным заголовком, чуть более простая задача, нежели чем то, что представлено в зоне С. Вот у нас получается в одном задании, по сути, в двух разных подпунктах, своеобразная такая прогрессия усложнений. Вы можете выбрать и сделать в чаще ситуации, а не Б, оставить зоне С, пока и вообще его не делать, или приводить у него нечто другое, более удобное для того или иного урока, а вы можете совершенно спокойно выполнить и то, и другое, или в принципе выполнить программное С. То есть у вас есть такая возможность по-настоящему выстраивать и варьировать уровень сложности. Другой пример уже теперь на, опять же, на чтение, да, пусть вас, опять же, не смущает вот эти самые задания, которые у нас вот в таком формате представлены, где есть некие вопросы, некое высказывание с пропущенным элементом или незаконченное высказывание, да, если вы посмотрите на нити вот это задание с тем, что было на предыдущем слайде, я могу просто в сравнении перевернуться, вы увидите прогрессию немножко иного рода, когда я с помощью одного и того же по сути дела формата задания постепенно усложняю и перехожу от глобального понимания к детальному пониманию текста. То есть я начинаю тренировать, больше сразачиваться на тренировке детального понимания, нежели чем на тренировке глобального понимания. В принципе, если посмотреть на УНК горизонты 10-11 класс, то станет понятно и вы увидите, что чем ближе к 11 классу и к концу 11 класса, тем больше становится задание вот такого типа, который представляет вот на этом слайде на детальное понимание текста. И тем не менее он заданет на глобальное понимание текста. Это, опять же, оба случая, это примеры прогрессии так называемой, да, то есть переход от более простого действия к более сложному действию в данном случае. Это касалось чтения. Конечно же, важно, опять же, чувствовать и понимать и знать на самом деле, что в УНК в рамках каждой темы представлены обязательно задания на аудирование и на чтение. Это на самом деле так, в качестве примера могу привести две главы. Одна глава из учебника 10 класса, другая будет глава из учебника 11 класса. Вот перед нами фрагменты заданий, примеры заданий из главы фамилии, третий урок 10 класса, вы видите, что здесь представлены задания на чтение. В рамках этой же главы есть два задания по большому счету на аудирование. Там же в этой же главе еще название на чтение. В данном случае мы работаем со статистикой, но тем не менее это чтение. И еще название на чтение, опять же, работа со статистикой. Это все в рамках одной темы. Это, конечно же, все укладывается не в одну подтему, а в разные подтемы. Вы, конечно, можете варьировать, опять же, как что вы проходите, опять же, какие-то подтемы отказы, какие-то подтемы проходят более подробно. Но важно понимать, что элементарные задания на чтение, на аудирование, как правило, есть всегда в первых двух подтемах темы. Почему я об этом говорю? Потому что, если вы помните наш первый вебинар, когда я рассказывал про некие особенности УМК «Горизонты», я говорил о том, что глава устроена таким образом, что мы как бы движемся от более простых тем, те, которые имеют привязку к личности ребенка, к тому, что он знает, к его опыту, скажем так, к более сложным темам, для которых ему своего опыта будет уже недостаточно. Нужно взять и привлекать некие дополнительные источники, некую дополнительную информацию, неважно, в формате она и виде она будет представлена, в виде, не знаю, мнений экспертов, каких-то, опять же, обзоров, мнений одноклассников, мнений родителей, не имеет никакого значения, да, главное, что такая структура прослеживается практически во всех главах УМК. Так вот, почему важно то, что я сказал, вы вполне можете допустить, что иногда, опять же, может столкнуться с тем, что уровень изготовки готовки вашего конкретного класса не позволяет, например, проходить те самые сложные подтемы, которые сложны не только с точки зрения опыта ребенка, но еще с точки зрения исковых средств, который должен, опять же, владеть и с точки зрения сложности продукта речевого, который он должен, опять же, производить. И можете, опять же, для себя принять решение, что вы будете ограничиваться первыми, там, двумя или тремя подтемами, которые немножко попроще и ближе к его опыту. Так вот, вы должны понимать, что и в этом случае вы будете, скажем так, обеспечены достаточно большим количеством заданий на аудирование, на чтение. То есть, вы не останетесь лишенными этих самых заданий, у вас не будет ощущения, что вы чего-то недополучаете и у вас нет материала, чтобы формировать те или иные умения. Приведу пример еще одной главы, глава «Forschung Slantouch» в 11 классе. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на количество заданий. То есть, в этой главе два задания на аудирование в разных, опять же, ее частях, шесть заданий на чтение в разных, опять же, под темах абсолютно разные стратегии и это всегда как бы в часть определенных под тем. опять же, если по тем или иным причинам та или иная под тема оказывается сложна, вы, как вы видите опять же на этом слайде, не остаетесь без заданий на аудирование и чтения. Они у вас всегда есть, всегда представлены. Это принципиально важно. Чего я еще жду, как учить от УНК? Я жду, конечно же, что это будет не только частью тем. на самом деле большой-большой прогресс, потому что если брать УНК, которые у нас выходили, ну, предположим, 20-25 лет назад, 30 лет назад, я, конечно, что вы меня сейчас извините, потому что я уже совсем далеко в прошлое возвращаюсь, но тем не менее, если вы вспомните эти УНК, у кого, опять же, они в памяти сохранились, достаточно долго работают в школе, вы, в принципе, интересовались, как они были устроены, вы поймете, что там было достаточно большое количество наудирование и не очень большой блокно-тавейст на учтение в том числе. В учтении там было еще представлено, наудирование будет солazarка. Так вот, я еще жду ведь чего? Я жду еще и того, что эти занятия будут еще представлены в остальных блоках УНК, важных составляющих, да, я буду ждать так, что они будут представлены на рабочей тетради. И они там есть. Я приведу с примерами в задании вот такие знания представлены на рабочей тетради. Одну пример наудирование Еще один пример уже на чтение. И снова на чтение. Наверное, к радости учителей, как раз наоборот, знания на аудирование доминируют. Их там несколько больше, чем знания на чтение. Это вполне очевидно, потому что, ну, такая уж нас традиция, наверное, я могу предположить, мы долгое время, я имею в виду не себя, конечно же, а вообще составителей ОМК, разработчиков, опять же заглядывая в некоторое далекое, в прошлом, в далеких кавычках, да, очень любили задания на чтение. И не очень умели, делали, включая задания на аудирование. Были разные, наверное, причины. Тем не менее, опять же, к вашей радости, в рабочей страде, как это, опять же, не парадоксально, задания на аудирование доминируют. Не превалируют на занятие на чтение. Я буду ожидать, конечно же, что у меня будут задания еще и в тестовом блоке учебника на чтение и на аудирование. Они там есть. Тоже в приличном количестве. Там достаточно большое количество. Вот, например, такого задания в тестовом блоке на чтение. Еще один задание на чтение. Они разноформатные, совершенно точно, на разные стратегии. Или, например, вот такое задание на аудирование в тестовом блоке. Целых. Целое одно. Или вот такое. Опять же, прийти внимание, что разноформатные. В данном случае. И что важно, опять же, важно, если мы говорим про представленные задания на аудирование на чтение в разных точках УМК, в разных компонентах, важно, что и в сложных темах, ну, те, которые представляются сложными, какие-то, как Кунтс или Ангажима, тоже представленные задания на аудирование. Почему я думаю, что это важно? Потому что может сложиться впечатление, точнее говоря, можно исходить с того, что системы располагают к большому количеству именно письменных текстов. Да, как основу для обсуждения чего бы то ни было. Да, и вроде как можно было бы предположить, что в этих темах будет, скорее всего, больше, все-таки, на чтении. А аудирование будет объединено вниманием, и, собственно говоря, их там практически не будет. Ничего подобного, они там тоже есть, и представлены очень даже интересные форматы, что в Кунтс, что во мной жена. Это важно, потому что, опять же, обсуждая те или иные подтемы, вы всегда имеете под рукой необходимый материал. Что еще принципиально важно, то, что отрабатываются эти умения и задания, формулируются к разным типам текстов. Я прошу не обращать внимания, что здесь будет все время через слэш чтение аудирования. Это будут разные, конечно, задания, не начнение, не аудирование одновременно, на разные, опять же, либо начнение, не аудирование. Тем не менее, посмотрите, пожалуйста, внимательно, какие, в принципе, типы текстов представлены. Это далеко не весь перечень, да, флэш-интервью, например, да, то есть люди отвечают кратко на какой-то очень небольшой вопрос. У нас есть запись, да, человек это наговаривал, это представленный текст, его скрипт, то, что называется, в таком формате представленный и задание к нему. Или, например, флэш-интервью-репортаж, в данном случае речь про аудирование. Или просто интервью, классическое интервью, когда есть некий репортер, это в студии, и человек задает массу вопросов, обсуждает с гостем в студии те или иные вопросы, те или иные темы. Мы используем формат статистики для чтения, конечно же. Ее тоже нужно уметь читать, интерпретировать. В таком формате это может быть, да, то есть по-разному. Найти заголовок статистики, соотнести статистику и высказывания, определить высказывание ложное или верное. Заметка в справочнике. Такой может быть информационный, типа в Википедии, например. Когда дается краткая справка, в случае про семью в Германии, она кратенькая, именно как справочная такая информация дается. Или, например, газетная статья. Или, например, радиопередача. Где не один человек в студии, а несколько человек в студии, они обсуждают что-то, поваренную тему, и там нет четко выраженного. Бывает, что есть там гости, ведущие, бывает, что это просто два репортера, общающиеся друг с другом в студии на какую-то же вытрепещущую тему. Или, например, объявление. Уже такой функциональный текст получается, да, прагматический, то есть то, что нужно в реальной жизни иногда найти некую информацию и понять, куда записаться, куда пойти, сколько что стоит, что лучше выбрать, ну и так далее. Найти, опять же, квартиру, все что угодно. Местное проведение досуга, подходящее. Или, например, опять же, путеводитель. Из него изучать необходимую информацию. Важно, да. Или блок. Опять же, вариант. Важно, это разные типы текстов, потому что варьируются регистры тогда. Да, где-то это совершенно официальный стиль общения, где-то неофициальный стиль общения. Меняются эти грамматические структуры, лексика. Так или иначе, разные, опять же, типы текстов предполагают разную структуру, разный план. И, то есть, чаще всего учатся работать с разными совершенно текстами. Более того, они учаются немножко корректировать свою стратегию, да, там, глобального или там детального понимания того или иного типа текста. Там, опять же, есть определенные особенности, на которые нужно обращать внимание. Важно, опять же, понимать, что это далеко не весь перечень форматов, по-моему, типов текста. То есть, кроме того, важно понимать, что в УМК есть и достаточно, ну, или, опять же, вариант описания лекарства, да, более чем насущная история. Разобраться, где какая информация в описании лекарства дана и, собственно, что там именно написано. При этом, опять же, обратить внимание, что в самом УМК сама инструкция не упрощена. До невозможного, чтобы это совсем был простой язык, нет, 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 она сохранена, стилистика и план, и структура, и, собственно говоря, наполняемая экстетически тоже сохранена. То есть, это неадаптированная, по большому счету, инструкция описания лекарств. Что, опять же, важно, да, важно, что, опять же, я хочу, я хочу, чтобы мне предлагали не одни и те же стандартные форматы, но предлагали и разнообразие форматов, задания я имею в виду, потому что можно, конечно, сосредоточиться на форматах, которые представлены в ЕГЭ, там их всего, получается, шесть, и вот их, опять же, тренировать, 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 еще раз тренировать. Мы уже обсуждали это, и, может быть, не совсем эффективные стратегии подготовки даже к ЕГЭ. Интересные форматы есть в УМК-горизонте тоже, да, например, вот такой формат работы с текстом. Это тоже задание на чтение, по большому счету, на детальное понимание, между прочим, текста, но в формате ассоциограмма, ассоциативной карты, да, то есть mind map, то, что называется, более чем увлекательное может быть занято задание. Или, например, вот такой формат, когда мы сбираем конкретный тип форматического текста, который может понадобиться мне конкретно в моей собственной жизни, при этом, опять же, тренируем понимание текста, да, но скорее не детальное, не глобальное, а понимание, опять же, ну, скорее даже глобальное понимание текста, какие элементы текста должны называться, исходя из того, что там написано в этих элементах в этом тексте, плюс, опять, знакомство с форматом непосредственно того же самого, что называется, Lebenslauf, да, хотя нет, это не Lebenslauf, это сопроводительное письмо к заявке, да, на ту или иную работу, на то или иную рабочее место, можно назвать, например, Доверншрайбен, или Доверншрайбен на немецком языке, или по-русски это иногда называется, ну, не сам не резюме, по большому счету, это чуть-чуть немножко другой, а часть, составляющая часть этого резюме, собственно говоря, да, то есть по тех, того, как это деменство подает соискатель. Или, например, вот такой формат, да, когда вам нужно соотнести описание отеля и отзыв на этот отель, опять же, такое детальное понимание получается текста необходимо, да, соотнесение деталей, в какой-то степени поисковое, но в любом случае это такой более-менее жизненный формат, который, в принципе, приложен к жизни в том смысле, что можно на этом примере получить, школьников отучать реальные отзывы от тех, которые вызывают подозрения. Вот такой вариант, опять же. Или вот такой формат, когда в данном случае вы имеете дело с дискуссией, но задание B, которое там сформулировано чуть ниже, да, оно предполагает, что вы, если вы это задание планируете для школьников, вы должны, значит, кого-то или одного, или двух, или трех учащихся ответственнее за протокол, они должны будут вести протокол этой дискуссии. Это может быть одно из заданий, это, опять же, понимание, достаточно детальное понимание звучащего текста, да, в исполнении одноклассников, но тем не менее. Один из тоже интересных форматов, который, опять же, предполагает то, что человек слышит и слушает, слушает внимательно и записывает, опять же, то, что он слышит. В виде, опять же, ключевых слов, что принципиально важно для, опять же, отработки некоторых умений аудирования. Они доступны для скачивания, но, если я правильно понимаю, был вопрос по поводу электронных учебников в рабочей тетради, они доступны для скачивания, но они, если я, опять же, правильно понимаю, они у нас с вами не бесплатны. Если они стоят небольшую сумму, но тем не менее, они стоят. Или, например, вот такой формат, да, то есть, когда вы, по большому счету, видите некую ситуацию, должны понять, а кто же произносит эти фразы. Сначала предположить, а потом убедиться в том, что вы правильно предположили. Это одно из заданий, которое открывает главу «Шпраатрифрентирт», да, совершенно замечательное задание, где есть некий персонаж, который, опять же, движется по улице и слышит, и обращается, и слышит некие высказывания, и должен понять, кому, собственно говоря, и кто, собственно, это произносит. То есть, тоже, опять же, такая интересная история с погружением в негативную ситуацию и заодно с отработкой у меня аудирования. Ну, можно рассказать о навыках аудирования. Важно услышать, опять же, соотнести то, что написано в задании, с тем, что произносится. Но это в том числе и умение прогнозировать, да, то есть ты можешь спренировать умение прогнозировать, да, предположить, а что же будет сказано. Ну, кроме того, есть, опять же, задания, которые комбинируют стратегии. На этом примере я хотел просто показать. Если вы внимательно рассмотрите задания 1-4 на этом слайде, вы поймете, что они не одинаковые, да. Часть из них, скорее, это задание на поисковое чтение, да, а часть на детальное. Да, в зависимости от того, в зависимости от того, опять же, от самого задания, да, то есть сам формат задания не нужно вводить на заблуждение, они могут быть, опять же, оцелены на разные совершенно стратегии. Например, вот такое, когда мы совмещаем в одном подпункте, в разных подпунктах, работу с разными, опять же, в качестве источника, да, соотнесения, выступать в фотографии, но мы соотносим в одном подпункте звучащий текст, а в другом печатный текст с одними и теми же фотографиями. Да, это тоже, опять же, такое совмещение двух сразу видов деятельности, но с опорой на один и тот же источник, да, визуальный, фотографии. Опять же, обращу ваше внимание, что поскольку большие задания на лексику и грамматику погружены в контекст, то мы тем самым подспудно, опять же, формируем и развиваем умение чтения и аудирования. Это неизбежно, да, потому что для того, чтобы мне понять, какой пропущен, в данном случае, в этом блоге, в этом фрагменте блога, какие пропущены союзные слова или союз, я должен понимать, о чем здесь написано. Причем понимать не просто иногда узкий контекст, а понимать широкий контекст. А это, опять же, поскольку дело более-менее отработать глобального понимания текста. И детального, в том числе, потому что я должен, опять же, понимать, что именно происходит в данной точке текста. Или, например, такой пример на лексику, да, та же самая история, я должен понимать хотя бы прошлой текст, потому что основные описания, скажем так, наименования эмоций, они выпущены. Я должен, исходя из контекста, из общего его содержания, понять, про какую эмоцию это речь, найти ее, опять же, среди слов сверху и подставить, ну, опять же, должен понимать, и какая часть речи должна быть, должен быть тотальный пропуск, да, но это, скорее, больше на синтезисе задания, если мы говорим про части речи, но само писание, в том числе, тренирует и глобальное понимание, да, то есть глобальное понимание написанного текста, печатного, в самом случае. Что еще принципиально важно, то, что все эти задания на аудирование и чтение, они встроены в конво урока, то есть это не самостоятельные задания, как правило, они, как правило, предполагают и располагают к продолжению работы, они отправная точка для, например, как в этом случае, да, для полилога, или работы в парах, или работы в группах, да, то есть есть некий текст звучащий, мы его, естественно, прослушиваем, выполняем на аудирование, но дальше идет некое обсуждение за этим текстом, причем формат текста предполагает, что это может быть либо беседа, то есть дискуссия, диалог, скажем так, всех со всеми, либо это работа в парах, в группах, потом представление результатов этой работы, опять же, в форме, то, что называется, в плену. Да, вот такой пример. Или вот такой пример задания для, опять же, некого обсуждения, диалога, дискуссии, опять же, на основе прослушанных текстов, да, или прослушанных текстов, все правильно, прослушанных интервью. Опять же, вы видите, это все встроено в канву урока, это имеет продолжение, не заканчивается, собственно говоря, работать с этими текстами, аудирование только части работы, всегда имеющие выход в говорение, либо, как вариант, может быть, и письмо, как, например, здесь, да, когда вы прослушиваете, а потом непосредственно это все выливается в некое письмо. Да, оно может быть написано дома, да, оно может быть написано частично, можно поставить задание так, чтобы это было, можно было сделать на уроке, не занимая весь урок, да, но, тем не менее, основой получается задание на аудирование, излучающие тексты и то, как мы эти тексты обработали. Или, например, здесь, да, у нас есть, опять же, статистика, словно, мы поработали, да, из-за них школьникам с ней проводить еще и дома, подготовить некий, после некий опрос, потом, опять же, эти опросы были представлены одноклассниками, были обсуждены, а потом, как вариант продолжения, можно, опять же, еще и до обсуждения, или после краткого представления результатов, или до обсуждения результатов, все это, опять же, превратить в некую парную групповую работу, чтобы потом уже представить результаты сравнения разных результатов, или результаты обсуждения проведенных кем-то, опять же, опросов, да. Обратите, пожалуйста, внимание, что, ну, что здесь важно понимать, если ты учитель, работаешь с этим УНК, и, в принципе, работаешь с такими заданиями, да, важно понимать, насколько требуется дополнительная твоя работа, что я имею в виду, если вы сравните, например, вот этот слайд с слайдом, который был про, сейчас я вам покажу его, вы видите на экране, про будущее, да, то вы поймете, что, опять же, будет наличие на более позднем слайде, на первом, который я вам показывал, вот на этом слайде, наличие структур, да, речевых, опять же, средств. Здесь, по большому счету, вам нужно выставить работу, не более того, вся остальная информация у вас уже, по идее, есть, языковой материал у вас уже есть, да, и речевые клише в том числе есть. На том слайде, который касался будущего, да, и, опять же, нет перспектив для будущего, там, конечно, от учителя потребуется еще небольшая работа, как в качестве подсказки, опоры дать школьникам те самые речевые структуры, речевые клише, да, чтобы они могли, опираясь на них, каким-то образом формулировать, обсуждать, что бы то ни было, да, или работать в парах, чтобы потом, после работы в парах, представить определенные результаты, используя определенные речевые клише, да, то есть могут быть разные форматы, в данном случае, встроенности, разная степень встроенности, точнее, не встроенности, а обеспеченности, скажем, в члене клише тех же заданий, которые опираются на аудирование или на чтение, на звучащие, на письменный текст или печатный текст, да, но, тем не менее, представлены как те, так и другие форматы, то есть можно, и вы видите, что есть и те, и другие. Есть те, которые требуют просто организации работы учащихся в классе, а есть те, которые требуют небольшой доработки, в смысле небольшой дополнительной работы по отбору и подготовке лечебных клише для учащихся, которые они будут использовать на том или ином этапе, да, парами групповой работы. Что еще принципиально важно и что еще я жду как учитель от УМК, чего мне, опять же, хочется? Мне, конечно же, хочется и того, чтобы я мог трансформировать сами все задания. Я уже об этом говорил, и буду говорить еще о заданиях, которые у меня в учебнике или в рабочей тетради. Ну, во-первых, то, о чем мы уже говорили, вы всегда можете вытащить то или иное задание, я так, опять же, говорю, относительно просторечно, да, вытащить то или иное задание из тестового блока или из рабочей тетради и вокруг него построить или встроить его в некую канву вашего урока, и вокруг него плюс такого другого задания построить целый урок. Не проблема, абсолютно такие возможности существуют, потому что все те задания, которые, опять же, есть на чтении, на аудировании, как правило, имеют в качестве основы некий звучащий, некий письменный или печатный текст. То есть, тексты имеют некое содержание. Как правило, очень интересное, его можно и нужно обсуждать, но понятно, что одни к заданиям на аудирование и на чтение, а они, как правило, если в рамках уроков, да, темы, они встроены в общую канву урока, да, или под темы конкретно, то в рабочей тетради это тоже происходит, здесь меньше нужно, опять же, усилий. А если мы говорим про тестовые блоки, то там они чаще всего не встроены в определенную канву, их надо довстраивать, скажем так, дорабатывать. Поэтому такая возможность не исключена, но если вы этим пользуетесь, таким приемом, вытаскивать дизайн из тестового блока и превращать из строя в него урок, то вы же, конечно, понимаете, что это определенные усилия от вас потребуют, определенные, опять же, затраты будут необходимы, в том числе на подготовку дополнительных упражнений. Но это вполне по силам любому в своих учителях. Есть же и другой, опять же, возможный вариант трансформации, да, это когда у вас есть некое задание в УМК, например, в теме конкретных, в этом уроке, но вы понимаете, что в силу технических причин, ну, например, из-за подготовки учащихся, или она может быть там чуть хуже, чем вам надо, или чуть лучше, чем требует того задания, и для подготовки ваших учащихся, например, то ли название будет слишком простым, вы всегда можете доработать, используя тот или иной, опять же, текст, да, доработать задания или переработать, приложить своих заданий. Ну, в случае с этим текстом про Ташингель, да, здесь, например, представлено задание какое? Вопросы к тексту. Они вас не устраивают, например. Вы считаете, что вам нужно проверить чуть более внимательно, скажем так, или вам хочется проверить детальное понимание текста, чуть более четко проверить детальное понимание текста. Окей, хорошо, тогда вы можете сделать, например, что? Сделать небольшое задание по этому тексту, в котором будет там 3-4 утверждения, надо, нет, нет в тексте, да, так, чтобы они, опять же, целью своей имели проверить понимание деталей в тексте. Например, вот на том слайде, может, взял бы вот так, да, к первому кусочку этого текста, да, проверить, понимает ли учащийся, что нет закона никакого, который бы регулировал величину карманных денег, которые даются на карман, раскрыт, родителями, школьниками, да, там, детям. Такого закона нет. Да, понимает учащийся, не понимает его на этом, надо проверить. Там вот сформулировано, может быть, не слишком сложно, но не слишком просто. Соответственно, вы хотите проверить понимательный кусочек этого текста, делать вот такое задание, потому что вопрос, который там задан, да, в предыдущем задании, может быть, это и не проверяет, а вам этого хочется. Или как вариант, допустим, вот такое на аудировании, да, вы можете посчитать, что для вашего класса, для ваших школьников на данном этапе это слишком сложно, да, записать ключевые слова по данным позициям и прослушать аж 4 целых текста. А можете сделать, например, вот такое задание, это не задание по этим текстам, а похожее задание по такому же формату, да, вы можете сделать, например, вот такое задание на лексику или на грамматику. Здесь немножко другой формат, да, вы можете вот трансформировать, превратить, например, в задание на подстановку, не конкретного слова, а на подстановку, например, их просто-напросто пропуски сделать в тексте 3, 4, 5, они сами их заполняют, они заполняют их данными уже им словами, они заполняют данными им уже словами, но слов больше, чем пропусков, ну и так далее, и так далее, то есть можно усложнять. Сделать это в принципе несложно, потому что у вас есть, если у вас есть полный набор всех компонентов ВУНК, у вас есть в том числе и скрипты аудиотекстов, достаточно несложно это сделать, превратить небольшое упражнение. Понятно, что это потребует некоторых усилий, но важно понимать, что задания, которые даны ВУНК, могут быть преобразованы, трансформированы и приспособлены под конкретные нужды вашего конкретного класса. Либо вы оставляете их без изменений и немножко изменяете количество звучащих текстов, количество повторов и так далее. Вы можете снять некие сложности до начала аудио, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и последний момент, который я хотел бы остановиться, то, собственно говоря, что и позволяет вам легко справляться с такими задачами, как трансформация разных заданий, создание своих собственных заданий, что позволяет на это надеяться. Дело в том, что в учебнике представлено большое количество формирований, все это международное и танцуют. Благодарю montre весь этот как раз. Спасибо вам за внимание. сити ради бога небольшие снижение палки не бывают включаются а или например если вы поймете как устроена вот такое задание да с ассоциативной карты да то вы можете делать по да не по всем наверное текстом но по части стопики вещи делать можно вы можете делать точно такие задания по другим текстом а если например вы понимаете что этот формат эффективен этот формат интересен этот формат позволяет быстрее какие-то умения опять же формировать и проверять на этом я наверное закончу на сегодня если есть вопросы задавайте а я пока попробую вам кинуть ссылки на как раз начну с аудиоприложений что очень многих я знаю интересует как правило давайте начнем с правоса аудиоприложений это первое первый набор если я правильно понимаю могу сейчас проверить они должны скачиваться даже быть бесплатным как она такая часть политики это является просвещение и здесь просвещение в этом мысли поступают очень хорошо очень правильно очень грамотно важно чтобы да на свободном доступе его можно скачать ссылка на электронный учебник опять же можно проверить насколько сколько это стоит отключить включенный в этот эфу начинали рабочий драйф это что вы сможете проверить сами все спокойно посмотрите что в это и входит ну и собственно говоря ссылки на десятый одиннадцатый класс на в онлайн магазине просвещение то что я и планировал очень скинуть учителя как я уже он говорил в самом начале вебинара готовится и очень скоро появится на сайте посвящен уважаемые как если вопросы я в завершении этого вебинара хотел бы еще раз обратить внимание на то что в унка достаточно большое количество достаточное скажем так количество заданий разного формата на разные стратегии чтения и аудирования и они позволяют и диагностировать и формировать в полной степени стратегии ну и второе мое а сейчас ссылки видны коллеги эти пожалуйста да видны очень хорошо замечательно здорово а и мое опять же такое небольшое подведение итогов и на заодно и напутствие такое завершение я бы вас призвал не бояться экспериментировать я имею ввиду доработку изменения типов и форматов заданий да то есть не бойтесь делайте поступать заданиями так вы считаете нужным то есть дорабатываете есть такая необходимость существует для вашего конкретного класса ваш конкретной группы с которой вы работаете форматы представлены вы можете проанализировать эти форматы понять как это устроено как это работает как это делается в любом случае не бойтесь экспериментировать и подстраивайте в унка как это опять же происходит с любым унка под конкретно ваши нужды в унка горизонта для этого есть абсолютно все есть образцы примеры он в том числе выполнять такую обучающую функцию он может опять же научить показать как это как это делается а опять же призываю делиться опытом как делать это вы я думаю что такое общение наше было бы очень полезным для всех а если вы делились своим собственным опытом по вопросам смотря что скачивать бесплатно если речь идет про аудиоматериалы то аудиотреки аудиоматериалы скачиваются бесплатно с сайта просвещения за это вы если я правильно помню ничего платить не должны если речь идет про электронный учебник он все-таки не бесплатный если я ничего не путаю он стоит все-таки небольших денег но все-таки стоит но электронный учебник хорош чем хорош тем что вы можете с ним работать во первых в определенных программах в приложениях если опять же такие приложения есть вы умеете с ними работать и вы знаете как это делается но в том числе вы можете работать с ним используя опять же определенные ну вы сами понимаете у вас есть бумажный учебник очень тяжело для того чтобы что-то вывести в презентацию или что-то обработать для работы представить на экране вам нужно что сделать отсканировать нужный вам кусок фрагмент учебника нужную страницу нужно задание потом это каким-то образом еще трансформировать только после этого представить вставить презентацию если у вас есть электронный учебник вы это делаете проще быстрее вы находите нужный вам элемент выделяете вставляете в презентацию в виде изображения если у вас есть программа по распознаванию текста вы можете таким образом в те же самые стрепы превратить очень быстро и легко да с небольшой доработкой но в упражнение которое я вам показывал и так далее и так далее для того чтобы это сделать без этого электронного учебника вам нужно сначала отсканировать потом это получается лишний шаг а так этот шаг делать не нужно когда это одно звание в месяц это понятно что может быть не имеет смысла хотя я сомневаюсь что это будет одно звание в месяц а когда это звание каждый раз к каждому уроку то лучше этот шаг на самом деле скажем так сэкономить время на этом шаге и усилие по поводу времени но вебинар уже будет доступен в записи и в одном из вебинаров в презентации были наши электронные адреса и пересадим издательство просвещения мы ведь открыты к общению к вопросам и к диалогу к обмену опытом и этому обмену и общению будем только рады уважаемые коллеги есть ли еще вопросы я думаю что мы можем тогда на сегодня закончить мы заканчиваем наш вебинар спасибо вам за участие и мы с вами встретимся еще раз в следующий раз уже в следующий понедельник в то же самое время поговорим о уже другом аспекте работы с ОМК горизонтом если какие-то вопросы появятся ради бога задавайте их по этому вебинару можно будет вязать и на следующем вебинаре я готов буду на них ответить спасибо